С клубом «Сызрань-2003» ульяновская «Волга» в этом сезоне, считая и последний матч, встречалась четыре раза. И ни в одном поединке невозможно было выявить явного лидера. Все игры заканчивались с разницей в один мяч, а в игре на Кубок России судьба прохода в следующий круг решилась только в дополнительное время. В первом домашнем матче 2017 года «Волга» начала напористо и первые 20 минут держала в постоянном напряжении оборону гостей, которые тоже приехали не на пробежку и отвечали опасными выпадами. Думаю, что мы играли плохо, это реально, единственное, не хватает агрессии, думаю, над этим мы будем наработать, чтобы у нас в завершающей стадии звучит поагрессивнее, а так игра, я считаю, равная. Самый главный сегодня был результат, мы хотим подтянуться к группе лидеров и сегодняшняя победа, мне приятно, что ребята все отдались, может быть, что-то качество все это страдало, не скажу, чтобы показать какой-то фееричный футбол, но в отношении к игре мне футболистам предъявить нечего, все старались, все очень хотели выиграть перед своими болельщиками, спасибо, они очень здорово нас поддерживали сегодня. В итоге гол случился только на 81-й минуте, когда дебютант «Желто-Черных» Егор Левин прекрасным пасом нашел открывшегося в штрафной Ивана Кузнецова, который без обработки нанес удар в притирку со штангой. Я думаю, встретились как бы две равные команды, и нам чуть больше повезло. Мы еще в первом тайме должны были забирать, у нас был больше моментов, я считаю, все закономерно. Начались разрывы между линиями, мы понеслись прессинговать команду соперника, и это, как выяснилось зря мы делали, нам нужно было играть тот же футбол, который мы играли в первом тайме, «Жата», и играть на быстрых вылетах. То, что у нас и получилось, в принципе, за счет чего мы забили гол. На данный момент ульяновская «Волга», имея в своем активе 25 очков в 17 матчах, прочно укрепилась на пятой строчке турнирной таблицы. Следующую встречу подопечные Сергея Седышева проведут на выезде. 24 апреля в Тольятти волжане сыграют против местной «Лады». Владимир Гаврилов, репортер 73.